Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины и описание к ним по книге Великие музея мира. Лоуренс Альма Тадема. Чтение из Гомера. 1885 год. Холст масла 91 на 183. Голландец по происхождению сэр Лоуренс Альма Тадема – один из самых известных английских живописцев XIX века, создавший картины на исторические и мифологические сюжеты. Слава ему принесли работы на тему жизни античного Рима, чтобы с полной достоверностью передать колорит и атмосферу Римской империи. Художник даже принимал участие в археологических раскопках. В результате именно его изображениями теперь иллюстрируются многие книги, посвященные Древнему Риму. Данная картина всегда вызывала повышенный интерес зрителей и исследователей. Сведения о работе художника над ней появились задолго до того, как она была представлена зрителем. Корреспондент лондонского журнала «Атениум» сообщил в октябре 1885 года, что Альма Тадема пишет холст Платон. Он отмечал, что местом действия является Сицилия. Молодой Платон изображен на фоне моря, сидящим между дарическими колоннами и излагающими суть своей философии небольшого общества, состоящего из его друзей. Многим казалось, что это отчет о данной картине, однако позже она была представлена на выставке в Академии художеств Лондона с нынешним названием «Чтение из Гомера». Согласно последним исследованиям художник создал работу Платона, но предполагает, что она пропала. Он охладел к ней и перешел к данному сюжету. На холсте изображен молодой поэт, увенчанный лавровым венком. Он читает что-то из Гомера слушателям. Место действия, как представлял себе Альма Тадема, Греция конца VII века до н.э. Греческие буквы в правом верхнем углу холста указывают на то, что место это посвящено поэту при всем своем внимании к воссозданию реальной обстановки античности. Художник не избежал анахронизма. Дотошные исследователи установили, что того сорта роз, который он включил в картину, тогда не существовало. Он был выведен лишь в XIX веке. Забавная деталь, указывающая на степень обстоятельности современных искусствоведческих изысканий. Примечательна судьба работы. Она была заказана мастеру американским миллионером Генрик Гордоном Маркандом и украшала комнату его Нью-Йоркского дома, предназначавшейся для концертов камерной музыки. И название помещения и данная картина посвящены одной идее – интерпретации великих творений, в полотне Гомера, в зале музыкальных шедевров. Надо сказать, что в собрании Марканда имелись произведения Вермера, Ван Дейка, Рембрандта, Халса, Тернера, Геймсбора. Сам он с 1889 года до 1909 до своей смерти был президентом Музея Метрополитов. Когда после кончины коллекционеров стал вопрос о продаже работы, то она ушла с аукциона за баснословную по тем временам суммы. Ну, так вкратце из книги «Великие музеи мира» описание к работе Лоренс Альма Тадема «Чтение Гомера, 1885 год». Пока-пока, до свидания.